Итак, я хочу приступить к Божьему Слову, и я назвал эту тему сегодня, так, знаете, Иисус был приближен к народу максимально, и вот я постараюсь. Моя тема сегодня – «Моя счастливая тяжелая жизнь». Кто-то чувствует, нет? «Моя счастливая» – какая? У кого жизнь тяжелая? У кого тяжелая жизнь? Честно. Это я тоже машу. Те, которые к жизни тяжелая, вы умерли. Оживайте. Жизнь тяжелая штука. Она счастливая, но тяжелая. У тебя есть два пути. Либо прожить счастливую тяжелую жизнь, либо тяжелую тяжелую жизнь. Я хочу говорить о том, как первое – прожить. Чуть-чуть тише, если можно меня сделать в униторе, то я сейчас сам себя перекричу, а это невозможно. Итак, поехали. Давайте мы откроем Библию, если она у вас, конечно, есть. А если вы верующий человек, то ее у вас нет, потому что вы часто сюда приходите и надеетесь на проектор. Но, вы знаете, Библия, я недавно ощутил, что Библия – это что-то родное. Я проводил конференцию в Армении, оставил там свою Библию. Такое впечатление, что ребенка оставил. А теперь как будто бы изменяю кому-то, не со своей. Люблю бумажные Библии. Итак, я хочу, чтобы мы смотрели с вами. Филиппийцам, 1 глава, 22 стих. Моя счастливая, тяжелая... Тише меня сделайте. Громкая, да? Или нормально? Ну, тогда меня и мне сделать еще тише. Моя счастливая, тяжелая жизнь. Итак, Филиппийцам, 1 глава, 22 стих. Я сейчас хочу, чтобы вы так честно, трезво поддемагогствовали вместе с Павлом. Павел был демагог еще тот, на самом деле. Здесь вообще не речи не идет о суициде, но прикольно. Итак, 1 глава, 22-26 стих. Господь, говори сегодня с нами. Пожалуйста, меня и жизни, как это делаешь всегда. Во имя Иисуса. Аминь. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то я не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться в плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь, и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости вашей в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном пришествии к вам. Если серьезно, о чем здесь речь? Вот так, честно. Вот трезво. Я вообще люблю адекватных трезвых людей. Абостол Павел здесь при великим удовольствии проводит монолог. Он не говорит с Богом. Он не говорит даже, ну, не советуется. Он не ждет ответа. Он так, знаете, вслуг демагогствует. И демагогствует на предмет, стоит ли ему жить дальше. Я думаю, что для многих родная демагогия. Вот. И он так вот вслуг. Я не знаю, вот я как-то раньше все время думал, там, да, это апостол. Нет, давайте вот серьезно. Мужик сидит и разговаривает сам с собой и говорит на следующую тему. Он говорит, слушай, что делать? Если честно, я бы прямо сейчас уже ушел на небо, был бы со Христом. Это реально круто. Но, наверное, я здесь нужен. Я люблю этих людей, и поэтому я останусь, наверное. Я точно знаю. Я, наверное, останусь. Ладно, я останусь. И вы знаете, ну, это странно, наверное, выглядит. Но я хочу сегодня об этом поговорить. А для того, чтобы вы поняли, кто такой апостол Павел, что это не шизик какой-то, если вы здесь впервые особенно, то апостол Павел, это был человек не такого низкого уровня, как человек, создавший Apple или там, или еще подобные большие вещи. Апостол Павел, если серьезно, это была одна из самых влиятельных личностей в своей стране, как политических, так и религиозно, потому что это было одно и то же. Вот. Апостол Павел имел огромный авторитет. Он был помощником главного авторитета в стране. Ну, я сейчас не буду переходить на личности. Мы в России понимаем, насколько это важно. Позже апостол Павел стал человеком, который отказался от всех этих авторитетов. У него было несколько высших и самых высших образований, как в своей стране, так и зарубежных, на тот момент Римской империи, вот, самой великой могущественной империи. Потому что, когда он однажды одним парням объяснил, когда они не очень красиво себя с ним вели, вот, то парни там, офицеры серьезные, очень серьезно обделались, когда услышали его. Вот. Потому что он был очень влиятельным когда-то. Но на самом деле этот человек почел все щитой. Об этом говорит третья глава филиппийцам. Вот. И он отказался от этого положения, вот, в пользу другого положения. Он встретился со Христом. Встретился со Христом ярко. Не в современном смысле ярко, а настолько ярко, что реально физически ослеп. Вот. Бог призвал его для того, чтобы апостол Павел начинал христианские церкви и насаждал Христову веру в язычестве, в языческих странах. То есть, по сути, апостол Павел физически и реально является отцом христианства. То есть, что такое христианство? Я хочу познакомить вас, присутствующих здесь, что такое христианство, ответить на вопрос. Я думаю, он вас интересует. Все-таки вы в церкви. Что такое христианство тогда у апостола Павла? Это самая гонимая вначале религия, если правильно сказать, секта. Потому что на тот момент было много религий, христианства еще не было. Многие смотрели на апостола Павла, как на этого бог Кузя. Слушайте, люди, вы верите даже в бога Кузю, а в церковь ведь и не хотите. Не сходите с ума. Боже мой, я все наслышан, наслышан бог Кузя, короче, набрал в интернете, лучше б не набирал. Ладно, не буду. Короче, но тем не менее, через 250 лет христианство овладело всей Римской империей и было принято на государственном уровне через 300 лет самим римским императором. Самой могущественной империей в истории. Вы здесь или нет? Чуть-чуть позже христианство распространилось на все языческие страны, которые были на тот момент известны. На сегодняшний момент христианство самая большая и влиятельная религия в мире, которая насчитывает немного более трех с половиной миллиардов человек, что по сути является большей половиной земного шара. Вы здесь или нет? Сказать, что апостол Павел был идиот и отказался от неплохого титула в свое время в пользу того, чтобы послушаться Бога и насадить непонятное такое для всех христианство, я бы не сказал. Вы здесь? Это так, я познакомил вас с вот этим парнем, который демагогствовал. И теперь апостол Павел говорит на очень серьезную тему, на очень серьезную тему, как правильно прожить свою жизнь, как прожить эту тяжелую жизнь счастливым. Как быть счастливым и совместить счастье и удовольствие удовольствие в жизни с настоящим трудом и пахотой в жизни, потому что, наверное, это неразделимо. И именно на эту тему я хочу говорить, а если серьезно, я хочу продолжать тему призвания. Так, почему я говорю, ну вот взял этот отрывок с филиппийцем? Потому что здесь очень важная вещь происходит. Апостол Павел в прямом смысле договаривается реально с самим собой. И теперь послушайте, секрет счастливой жизни заключается в искусстве. Договориться about myself. Договориться с кем? Сложнее всего, друзья, договориться не с твоим партнером в бизнесе. Сложнее всего даже не с Богом договориться. Я хочу, чтобы мы сегодня это увидели, а это факт. Сложнее всего в жизни договориться с самим собой. Ладно, мы сегодня это разбирали на стройке, но я хочу сегодня это привести как пример. Кто из вас когда-то принимал решение вести здоровый образ жизни и бегать по утрам? Когда-нибудь хоть раз в жизни? Кто принимал это решение? Пожалуйста. Ну что вы сразу в одно? А ну? Леня. Спасибо. Ага. От кого? Снова от налоговой. Хорошо. Кто из вас сейчас живет здоровым образом жизни и хотя бы пару раз в неделю он бегает и занимается собой? Респект, респект, респект. Больше, чем на стройке. На стройке было два. Дайте им аплодисменты. И те, и те, я думаю, сейчас согласятся с тем, что это очень сложно договориться с собой. Вы согласны или нет? Все, я буду бегать. Ладно, хочу поговорить с верующими людьми на пять минут. Кто из вас принимал решение ежедневно молиться и поститься хоть раз в неделю? Вы уже поняли, поэтому ползала, руки не поднимает. А знаете почему? Потому что легче всего жить и делать вид, что я никогда с собой не договаривался. И быть легкомысленным в своих глазах. Терять уважение в своих глазах. Ты скажешь, ты договаривался с Богом. У-у-у, давайте вообще эту тему брогать не будем. Сколько ты раз обещал кто-нибудь в этом зале, кто-нибудь когда-нибудь обещал Богу, что вы больше никогда ногой в грех не вступите? Есть такие люди или нет? Я не буду спрашивать второй вопрос. Короче, вы поняли, о чем я говорю или нет? Теперь, друзья, что такое счастливая жизнь? Счастливая жизнь, это жизнь в своем призвании. Призвание очень большое слово. Мы говорили в прошлое воскресенье о том, что на самом деле это большое слово состоит из одного маленького шага. Вы согласны с этим? Ну, а сегодня я хочу еще показать один оттенок, что такое наслаждаться жизнью и жить в своем призвании. Жить уставая, жить тяжелой жизнью, но удовольствие получать от этой тяжелой жизни. Особенно здесь, в Москве, меня люди поймут. Итак, друзья, если человек хочет жить в своем призвании, он хочет осуществлять свое призвание, первое, чему должен научиться человек, это по-настоящему договариваться с самим собой. Если ты не можешь договориться с сам собой, ты ни с кем в жизни не договоришься. Вы знаете, мы можем много говорить, и мы много говорим в этой церкви о ценностях, и будем много говорить о ценностях. Но вы заметили, что каждый раз, когда мы говорим о ценностях, очень много людей, в принципе, так и не меняет свою жизнь после этого. Почему? Да потому что они не находят причин. Почему? По-настоящему причин, почему я должен теперь изменить что-то. Потому что я понимаю, вот как собака, знаете, я реально все понимаю. Я вот всю, я понимаю, что это нужно делать, я понимаю, что это будет лучше для меня, но я не буду это делать. Почему? У меня нет причины. Что такое нет причины? Я не умею с собой договариваться. Я что? Ты должен стать человеком слова для себя. Пастор, ну ты как-то о силе воли проповедуешь, а мы Христа проповедуем. Это круто вообще звучит. Но вы знаете, я живу со Христом почти 20 лет. были моменты, когда Бог что-то делал для меня настолько сверхъестественное, что я до сих пор не могу понять за что. И вы знаете, что я понял? Реально ни за что. Он просто являл себя в моей жизни и все. Я так сильно, я в 9 лет начал курить. И вы знаете, я не тот, что начал курить, как все. Я начал курить, как сказать, приняв решение курить. Ну, на всю жизнь. Мне нравилось курить. И когда я пришел к Богу, я почувствовал отвращение к курению в этот день. А потом один человек, верующий, предложил мне сигарету. Говорит, ну у нас экзамены, даже Бог поймет, если переживаешь. Я говорю, ну если Бог поймет, то давай. И вы знаете, я закурил, сделал несколько затяжек и выбросил. Но после этого я что-то опять начал чувствовать тягу к курению. И знаете, что мне пришлось делать? Договариваться с самим собой. Потому что Бог как-то сильно мне больше не помогал. Есть сила Божья, которой мы часто можем пренебрегать. Если вы хотите успеха в жизни, я не говорю про успех, вы поняли, вот я не люблю эту огонь, хочу успеха. Всех перебью, но добьюсь успеха. Это ерунда, это голод. Я имею в виду, вы хотите счастливую, настоящую жизнь с внутренним удовольствием, вы должны научиться что? Договариваться с самими собой. Итак, даже если у вас есть ценности, но вы не умеете договариваться сами с собой, вы будете несчастным человеком. Три месяца вы можете заниматься одной вещью, три месяца другой вещью, потом еще чем-то заниматься, и вы будете безосновательным человеком, вам стукнет 40, и вы поймете, что вы ничего в жизни не достигли. Почему? Потому что так до сих пор и не договорились сами с собой. Потом вы начнете натягивать на себя маску и говорить в жизни главное только Иисус. В жизни всегда самое главное только Иисус, но ты должен сам договориться с собой хотя бы, чтобы Иисус был главным в твоей жизни. Вы здесь? Ладно, давайте я объясню, о чем я говорю. призвание требует мира с самим собой. Вы никогда не сможете принять решение, имея просто прекрасные ценности и не имея силы и решительности и смысла договориться с собой, с самим. Что значит договориться с собой? Это реально понять. Возможно, если хотите, это получить откровение, ну это для очень духовных, для всех остальных, это искренне, глубоко и по-настоящему понять смысл в жизни, теперь внимание, в том пути, которым вы хотите идти. Проблема в чем? Проблема в том, что, наверное, мы, может быть, из-за того, что постсоветское пространство, а может быть, потому что мы люди, мы привыкли смотреть на призвание или даже просто на жизнь, на все, что мы делаем, это логично, и мерить ее результатами. Слышите, или нет? Внимание, еще раз хочу это сказать, еще раз хочу это повторить. Для человека свойственно измерять свою жизнь результатами. Я не хочу сказать, что это сейчас очень плохо, но на самом деле, услышьте меня, человек измеряет свою жизнь результатами и получает удовольствие думает, что получает удовольствие от результатов. Но я вам покажу, что Бог хочет, он хочет, чтобы мы наслаждались процессами. Теперь, очень много людей, которые сами себе сделайте социальный опрос. Например, прямо сейчас спросите у себя, когда я буду счастливым по-настоящему. И если честно, мы сразу будем склонны, когда у меня будет это, когда я добьюсь этого, когда я вот это, понятно или нет? То есть, опять мы начнем определять определенные успехи. И я еще раз хочу это сказать, это классно, когда у нас есть результаты. Например, молодежь здесь есть, которая на шторме была, или нет? Вы в курсе, что у нас неделю назад был шторм? Кто помнит это? А кто поймет меня, когда я скажу, честно говоря, я уже даже его не помню. Согласны или нет? Вот неделя прошла, такое впечатление, что шторм был год назад. Нет? А как готовились? А как плакали? А как страдали? И синие, и белые, и красные разбились на квест, и все остальное. И сам шторм был ураганом, и все устали, и все было здорово. Но это прошло. И сейчас даже послевкусия не осталось. Понимаете, о чем я говорю? Почему? Вот так Богом создан человек. И если бы мы, как неразумные люди, получали удовольствие только от результата, мы бы страдали всю нашу жизнь. Первый раз я это понял, когда в своей голодной жизни я купил первую пару кроссовок за 100 долларов. Ну, раньше всегда кроссовки были за 15, если вы помните. Самое старое здесь, помните? Прошо, это мечта несбыточная. И тут я помню, я купил первые кроссовки за 100 долларов. Мне казалось, когда я куплю кроссовки за 100 долларов, я состоюсь. Мне казалось, все, вся земля, она преклонится предо мной. Конечно, я не буду скрывать, что первую неделю я даже в них спал. Мне было 17 лет. Конечно, никто этого не знает, сегодня я со стыдом хвастаюсь об этом. Но честно, если, через неделю уже я заставлял себя радоваться им. А через месяц я забыл о том, что, ну, что за ощущение. Вы понимаете, чем я говорю? Достижение. Я не хочу, чтобы вы разочаровались в достижениях. Я хочу, чтобы вы ими не очаровывались и научились жить счастливой жизнью. А счастливая жизнь это въехать. Вот я не знаю, как по-другому сказать. Это реально въехать и принять решение, договориться с самим собой, что я буду жить вот такой жизнью. Я буду осуществлять вот такие процессы. Я буду участвовать вот в этом деле. И это станет делом моей жизни. Я никогда об этом не пожалею. Вы понимаете меня или нет? Экклезиаст, восьмая глава. Экклезиаст, восьмая глава, пятнадцатый стих. Экклезиаст, восьмая глава. О чем я говорю? Я говорю о том, что жизнь это процесс. И если вы не научитесь наслаждаться процессами жизни, вы никогда не почувствуете вкус жизни. Бог создал жизнь как процесс. Вы участвуете в процессе, везде процесс. Вот вы сейчас сидите, а у вас в животике идет процесс. Вы понимаете или нет? я не подготовил, но у вас есть биологи, вы докажете это, эти медики. Прямо сейчас за минуту там сколько-то литров крови перекачалось в моих венах. Согласны? Вы с ней сидите и думаете, боже мой, ну, льется, видать, по мне. Все. Вы даже не замечаете этого. Но если процесс не просто прекратится, вы умрете, но если процесс перестанет вас радовать, знаете, когда вы начнете чувствовать что? Боль, страдание. Потому что кровь немножко медленнее стала циркулировать у вас. У вас что произойдет? Упадет давление. Да? И сразу что с вами произойдет? Только что вы упали, ты что такой невеселый? Я веселый. Почему? Потому что организм не получает удовольствия от процесса. Везде вокруг Бог так создал жизнь, что она в процессе. Она в процессе. Я прекрасно понимаю всех вас, которые не хотят, чтобы осень завтра пришла. Потому что завтра она и не придет. Завтра уже придет зима, если вы знаете. Минус два будет уже послезавтра. Я люблю эту страну. А в ней только красные и белые вообще. Ну, черные и белые. Теперь послушайте. Жизнь – это процесс. Вы должны научиться наслаждаться процессом. Часто мне задают вопрос, говорит, пастор, ну, как же так вот найти вот эту вот грань между жизнью на яхте на острове, ну, это невозможно, на яхте на острове, надо возле острова, и, ну, трудом. научись наслаждаться наслаждаться процессами жизни. Вот что значит наслаждаться призванием. Экклезиаст 8,15. Смотрите, что там написано. «И похвалил я веселье, потому что нет ничего лучшего для человека под солнцем». Как что? Ой, с каким просто, с какой интонацией это было сказано профессионально. Есть, пить и веселиться. На самом деле, примерно так он и писал. «Нет ничего лучшего для человека, чем есть, пить и веселиться». Но, двое точие, это сопровождает его в трудах. Скажи, в чем? «Да». «О». «Нет удовольствия есть, спить и веселиться». «Не в трудах». Вы здесь? «Это сопровождает его в трудах, во все дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем». «Я должен любить то, что я делаю. Я должен наслаждаться трудом или есть и пить? И тем, и тем. Серьезно. Говорит, когда ты трудишься, прекрасная штука веселья. Но многие из вас скажут, в смысле трудишься и веселье? Это после работы забухать все-таки наконец-то за 15 лет первый раз в христианской жизни или что? Нет. Важно наслаждаться тем, что ты делаешь, тем путем, которым ты идешь. Пожалуйста, скажи сейчас это своему соседу. Ты должен научиться наслаждаться. Ты должен идти тем путем, которым ты по-настоящему наслаждаешься. Евреям, 11 глава, 38 стих. Не надо изливать душу сейчас друг другу. Я просто попросил сказать фразу. Ты же знаешь, как это. Ты же знаешь, как этого козла-начальника. Ты же знаешь, что я не могу. Если вы идете путем, который не является вашим призванием в жизни, я имею ввиду, это не то решение, в котором вы договорились с собой, что я буду получать от этого наслаждения. Я не Бондарчук. Я вот хочу быть режиссером и сниматься в фильме. Ха, в фильмах. Или я, или я, или я, или я. Эй, послушай меня. Ты должен просто принять решение, что для тебя счастье, это не путь жизни Бондарчука. Для тебя счастье, это не быть Марком Сукербергом. Для тебя счастье, это идти вот этим путем. Я все, я для себя решил. Я понимаю, что много денег мне это не принесет. Так, а мне многое не надо. Я принимаю решение, что я буду идти вот этим путем, и это тот путь, которым я пойду. И теперь внимание, ошибка в чем? Интересно, а что принесет мне этот путь? Принесет мне этот путь путь успех? Нет. Часто может даже не принести тебе успех, потому что успех часто и есть твой путь. Не слышно меня. Вы боитесь этой мысли, потому что. Пастор, ты хочешь сказать, что я успешен? Не, ни в коем случае. Я тебя знаю. Я говорю, что успешен тот человек, который внутри договорился с тобой, что я буду идти этой дорогой в жизни. И возможно, я не буду иметь то, что имеет сосед. И я не получу то, что мне в телевизоре сказали, что это успех. Я просто буду жить вот этой жизнью. И даже если я ничего не получу, но буду идти этим путем, я буду счастливым человеком, мне больше ничего не нужно. это круто. Хорошо, хорошо. Не стреляйте. Слушайте. Евреям 11 глава, 38 стих. Те, помните, мы прошлое воскресенье говорили, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все эти свидетельствования в вере, не... что за кидалово, ребята? Не, ну, давай сейчас серьезно. Бог обещает. Бог обещает, приходит к Моисею и говорит, я хочу вести свой народ в землю обетованную. Моисей говорит, все, пошли. Ну, не сразу он так сказал, но согласился. Пошли, пошли, пошли. Моисей же, он же ждет, и уверен, что он же... Ну, он передовик, он впереди, он... Короче, он не вошел в землю обетованную. Только издали глянул на нее. Авраам, серьезный парень, отец израильского народа и всех верующих, шел искать город художником и строителем которого, что? Был сам Бог. А еще Бог ему пару раз сказал, что выйди, посчитай песок. Ой, не могу, вот столько детей не рожаешь. Авраам часто, наверное, думал, ничего себе, я мужик. Сара посмеялась пару раз, говорит, мало того же, мне 90 лет, но я прошу одного-двух. Пять. Ну, при помощи, при Божьей помощи пять с половиной. Но так, чтобы нельзя было сосчитать. Вы здесь или нет? Короче, не получил, он реально обещанного. Кидалова. Короче, все почти. Сейчас можем всех перечислять. Слушайте, ладно, давайте уйдем из просто библейских историй. Кто из вас знает Мартин Лютер Кинг? Борец за, ну, против расизма, да? Афроамериканец, который сражался за равноправие между черными и белыми людьми. Его убили. Он так и не увидел практически, ну, он увидел там, по-моему, что кого-то избрали в какой-то деревне как депутата в Черном штате. Он так и не увидел, он даже не догадывался. Короче, он Обаму, об Ампе и не мечтал. Если бы сейчас живому Мартину Лютеру Кингу показать реального Обаму, ну, просто, не то его политику, а цвет кожи, он бы умер от разрыва сердца. Короче, вы поняли, о чем я говорю? Он так и не получил ничего. Но я уверен, если бы мы сейчас имели возможность с ним поговорить, он бы никогда в жизни не отказался от того пути, который он пошел. Эдисон, он так и не умер, под лампочкой. Короче, я могу дальше, понимаете, ну, перечислять эту тему. Я хочу, чтобы вы поняли одно. Эти ребята, они не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Ребят, на самом деле, для этих людей это не значит, что их кинули. Это не значит, что Бог обманул. Каждый из них сказал бы, я наслаждался тем тяжелым путем, который я принял решение идти. Несчастный человек, это человек, который прожил всю свою жизнь, борясь за результат. Я не хочу унизить понятие результата. Результат – это здорово. но результат – это то, что сопровождает тебя в твоих трудах. Те заработанные деньги – это просто то, на что ты можешь поехать и отдыхать на островах, потому что ты этого заслужил или не заслужил, если не поедешь. Результат – это не главное просто измерение. Да, это мера, по которой можно понять эффективность человека, но получать удовольствие нужно не от результата, а от того пути в трудах, которым ты идешь ежедневно. Ты должен приезжать домой до смерти уставшим ложиться и засыпать, ловять себя на том, что засыпаешь с улыбкой на лице. Наслаждайтесь тем путем. Вы знаете, я недавно молодежь спросила, скажите, пожалуйста, ну, самые тяжелые моменты в своей жизни. Я говорю, честно говоря, самый тяжелый момент в моей жизни, он начался примерно 18 лет назад и пока еще не закончился. Я не помню, чтобы в жизни мне когда-то было легко. Вы здесь или нет? Каждый день меня ждут трудности. завтра их будет еще больше. Вы слышите или нет? Являюсь ли я счастливым человеком? Да. Являюсь ли я уставшим человеком? Да. Хочу ли я остановиться? Ни за что. мне нравится тот путь. Мне нравится тот путь, которым я себя вижу, который я, о котором я с собой договорился. Вы понимаете или нет? Я не езжу, я не стою на светофоре, и когда подъезжает спортивная Феррари, я смотрю, и как эта собачка, знаете, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Почему? Потому что она у меня будет когда-нибудь. Сучу. Я не хочу Феррари. Потому что если она у меня будет, 80% из вас уйдут из этой церкви. От радости? Как к чему? Не выдержите? От радости сердце лопнет. Это же на мои 300 рублей в месяц, которые я жертвую, купил себе Феррари. Конечно, на 250. Иногда, когда люди часто там кто-то слышит, где-то подозревают, а куда уходят деньги? Деньги не приходят. Об этом поговорим позже. Итак, друзья, для человека счастье – это результат. Для Бога счастье – это процесс. Если ты создан по образу и подобию Бога, ты должен приучить себя научиться наслаждаться процессом жизни, который ты избрал. Если ты не понимаешь… Теперь, внимание, я сейчас не проповедую на тему, что вот ты выбрал себе какой-то путь, и теперь научись быть в нем счастливым. Если это вообще не твой путь, брось этот путь, прими решение просто заниматься тем, чем ты хочешь в жизни заниматься. даже если это не принесет тебе огромных результатов финансово или еще в чем-то. Вы понимаете или нет? Просто лови кайф от того пути, который ты хотел бы выбрать. Выбери его и ходи по жизни с улыбкой до ушей. Вы здесь или нет? Вы здесь? Я часто собираюсь с пасторами и, ну, не часто, вру. Ну, когда я собираюсь с пасторами? Ну, почти никогда я не собираюсь с пасторами. Короче. Вот. И я попался… О, скоро собор. Будут собираться все пасторы. Я объявление вам сделал. И когда мы собираемся, я смотрю, у этого свое здание церкви. Небольшое, но свое. У этих уже там аппаратура лучше, чем наша. Рад за них. Вру, но рад. И вы знаете, я задаю себе вопрос. И им вопрос. А как так? Вы где взяли? Как это происходит? Они говорят, нужно взять, копить, создать для себя хоть маленькое. Я говорю, ребят, у нас в Москве хоть маленькое стоит десятки миллионов долларов. Они говорят, купите хотя бы себе сначала офис. Я не говорю, что это не мудро. Но я не могу мыслить этими масштабами. Я знаю, что завтра нам придет новый счет за аренду. Я знаю, что завтра будут новые проблемы. Но мне нравятся эти проблемы. Я верю, что мы растем и будем расти. Я верю, что завтра мы будем снова уставать от новых квестов или конференций. Завтра у нас еще будут новые проблемы, которые мы сами себе создадим. Но вы знаете, я кайфую от этого. Пастур, мы от этого уже не кайфуем. Я же об этом и проповедую. Давай кайфовать вместе. Псалом 15. Псалом 15. Посмотрите, как жил прекрасный парень, которого звали Давид. Вы здесь еще, нет? Можно я еще поговорю, да? Потому что мне через 5 минут вообще все служение нужно закончить, а у нас еще программа. Ничего страшного? Да я сердце поизливаю, потерпите меня сегодня. И Псалом 15. Псалом 15. Весь. Жировать так жировать. Храни меня, Боже, ибо я на тебя уповаю, говорит несчастный мультимиллиардер. И сказал я Господу, я сказал Господу, это Давид поет, Ты, Господь мой, блага мои тебе не нужны. К святым, которые на земле, к дивным твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу живому. Я не возлию кровавых возлияний и не помяну имен их устами моими. Господь, теперь слушайте, еще ключевые слова. Господь, есть часть наследия моего и чаши моей, то есть моей судьбы. Ты держишь мой выбор, мой жребий, это значит мой выбор, мое решение. Нежи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Ну, я сейчас продолжу, но я хочу отмотать на одно, шестой стих. Межи мои, ну, там на самом деле мои ноги, они прошли где? По прекрасным местам. На самом деле, Псалом пишется на Сионе, то есть, ну, в части Израиля, Иерусалима, где святое место, где Бог избрал, где жил Давид. И Давид там царствовал, он устроял, терпел гонения, у него были проблемы, ну, маленькие проблемы с властями, президент хотел его убить. И он пишет, что, слушай, вот иду я тем путем, которым я иду, которым я решил идти, и он прекрасен. Вы слышите или нет? Он не говорит, я достиг великих и прекрасных результатов, хотя он достиг большого, больших результатов. А знаете почему? Он любил, он договорился с собой, и ему нравился тот путь, которым он шел. А он говорит, я шел по прекрасным местам. Он шел и говорил, Боже, все говорят, так, царь Давид, смотрите, вон башня рушится уже. Боже, как она прекрасно рушится. Смотрите, у нас есть социальная проблема, люди не получают. Боже, какая прекрасная проблема, ее нужно решать. У вас все хорошо? Я рад решать эти проблемы. Я рад идти этим путем. Я не буду Соломоном, который будет там весь в золоте наслаждаться и все остальное. Я буду царем, который каждый раз будет рисковать своей жизнью, но я хочу рисковать своей жизнью. Мне это нравится. Ну, нереальный адреналинчик я поймал, когда зарядил этому Голиафу. До сих пор не могу прийти в себя. Я предвкушаю новые проблемы. Мне нравится. Я решил и договорился с собой, Жека, все. Ты не получишь Мазерати, ты не получишь вот это. Скорее всего, ты не получишь это, и ты, наверное, не получишь это. Да Бог с ним. Зато ты будешь идти этим путем с вот такой улыбкой, которой будут все завидовать, потому что будут видеть, что ты действительно счастливый, потому что это правда. Потому что это правда. Вы понимаете, о чем я проповедую сегодня? Я служу в этом городе чуть больше 14 лет. Никогда в жизни я, как человек, не смог бы построить эту церковь. Мне нравится этот путь. Да, пару раз чуть не помер. Но не пару раз. Да, было тяжело. Да, предавали. Да, разваливалось. Да, делал ошибки. Но Бог упова не мое. И это так круто. Когда ты идешь, и ты делаешь то, что ты любишь. Потому что то, что ты делаешь, тебе доверил делать сам Бог, который для этого тебя и придумал. и ты осуществляешь то, зачем тебя придумал Бог. И ты видишь каждый день руку Божью на том, что ты делаешь. Люди этого могут не понимать, люди это будут критиковать или разрушать, но никогда не разрушат. Потому что не ты это делаешь. Твоя жизнь всегда будет ощущать глубокую целостность. Ладно, последний стих, ладно? Вообще там целые пол темы, но я просто хочу его сказать. Евреям 11.3.5 Там написано, что верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. Ею до сих пор говорит. Помните эту тему? Дальше. Он говорит, как там, как там? Нет еще, да? Давайте, там просто надо считать. Это просто, вы должны это слышать. Вы здесь, нет? Евреям 11. Смотрите. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Вот, вот, вот это я хотел. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и после смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не увидел смерти, а и не стало его потому, что Бог переселил его. Теперь, почему? Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. я понимаю, что многие сейчас меня не поймут. Но я верю, что Бог создает судьбу с целью. Я верю, что счастье это идти тем путем, идти той дорогой, осуществлять ту дорогу, которой ты должен жить. Она не обязана быть масштабно, глобально, великой. Она обязана быть той дорогой, которая приносит тебе удовольствие. Как это получить? Ребят, послушайте. И Авель, и Енох, и каждый из этих ребят из Евреям 11 главы, знаете, чем они руководствовались? Они всегда переживали и жили реальным чувством и осознанием внутри себя, что то, что они делают, нравится небу. Кто-то здесь или нет? И эта тема, это глобальная тема. И есть смысл жить. Как жить счастливой, тяжелой жизнью? Это жить глубоким удовлетворением того, что то, что ты делаешь, нравится тебе и нравится небу. ты понимаешь, что Бог улыбается. Ты понимаешь, что ты угождаешь Богу. Ты понимаешь, что Бог расплывается от твоей жизни. Расплывается в улыбке. Расплывается в счастье. И это огромная жизнь. Пожалуйста, давайте будем стараться не измерять свою жизнь просто результатами. Я не хочу оправдать лень. Главное, не результат. Я хочу, чтобы мы действительно жили свободной и счастливой жизнью. Тяжелой, но счастливой жизнью, наслаждаясь процессом. Это, знаете, как называется? Рай. Да. Так жил Адам, так жила Ева, так будешь жить ты. Рай – это не просто остров или крутая какая-то такая невиданная просто по природе штука. Рай – это жизнь, где ты наслаждаешься процессом, который ты делаешь. живите достойно призвания, которое Бог дал вам. Аминь. Давайте поднимемся. Я хотел бы, чтобы мы сейчас все с вами помолились. Я не знаю почему, но я чувствую какое-то особенное Божье присутствие на этом месте. Я хочу молиться сейчас за всех присутствующих на этом месте. Я хочу молиться за тех, кто нас смотрит. Послушайте, Бог сейчас здесь. И я хочу, чтобы вы открыли для Него сердце. Если вы устали, если вы устали от того пути, которым вы живете, и сегодня вы понимаете внутри себя, что это вообще не тот путь, которым нужно идти, подумайте об этом. Вы не имеете права потерять вкус жизни в том, что вы делаете, чем вы должны наслаждаться, то, что вы творите, должно приносить глубокое удовольствие. Какое-то глубокое удовольствие внутри вас. Обратитесь сейчас к Богу, а я хочу молиться за вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Душа Христа. Отец, я молюсь сегодня за каждого человека, который слышал Твое Слово. Я прошу Тебя, Господь, пускай будут разрушены всякие предубеждения, пускай сегодня в Твоем сладком присутствии будет разрушена всякая твердыня Или рана неполноценности Я молю, наполни жизнь смыслом Я молю, дай смелости, если идет неправильным путем Вкусить Твою славу Дай чувствовать удовольствие и вкус жизни Идя за Тобой Идя Твоим путем Если человек превратился в загнанную лошадь Освежи! Я благодарю Тебя за Твою успешность здесь Аллилуйя! Если кто-то стоит и говорит Я не знаю, чем заниматься Боже, я прошу быть ближе к таким людям Пригласись Богу! Его присутствие сейчас на этом месте Я не знаю, чем я знаю, чем я знаю, чем я знаю Я не знаю, чем я 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 знаю Святый, Святый, Ты, Святой Господь. Святый, Святый, Ты, Святой Господь. Святый, Святый, Ты, Святой Господь. Святый, Святый Господь. Святый, Святый Господь. Святый Господь. Святый Господь. Бог приготовил вам идти, да поможет вам Бог.